Толкование на откровение Иоанна Богослова Кассета 2, 12 глава, 5 стих И родила она, младенца мужского пола, Которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. Точнее, с греческого надо перевести не младенца мужского пола, а сына мужа. Как и в славянском, сына мужеска. То есть здесь не столько указывается пол рожденного младенца, сколько то, что рожден сын мужественный характером. Дева Мария родила в Ифленской пещере младенца мужеского пола, сына мужа, Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. О нем сказал святой Иоанн Креститель. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Ему сказал Бог Отец, ты сын мой, я ныне родил тебя. Просил меня и дам народу в наследие тебе. Ты поразившись жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Ему надлежит пасти все народы жезлом железным. Через свою церковь Христос спасет теперь все народы. Своих слуг, епископов, он поставил князьями по всей земле. Так этот божественный сын-муж совершил дело спасения на земле. И восхищено было битя ее к Богу и престолу его. Не претерпев никакого вреда от сатаны-дракона, Сын Пречистой Девы, искупив человечество от гибели, Был восхищен в Силионской горы, на облаках, на небо. И воссел одесную Бога. Дальнейшее описание апокалиптической жены Уже не соответствует тому, что это есть Богородица. Так что здесь имелись только определенные указания на нее. Точнее же, соответствие с этим образом жены Мы находим в христианской церкви. Жена, это святая церковь, Словом Божиим и таинствами рождает чад своих для вечной жизни. Младенцы мужеского пола или сыны мужи, Это верные христиане, пришедшие в мужа совершенного В меру полного возраста Христова. Ефесянам 4.13 Это достигающее зрелого и совершенного возраста в духовной жизни. Это чадо церкви, не ослабленное похотями. Это сыны мужи, готовые мужественно потерпеть Всякое страдание ради Христа. Такие верные сыны церкви были всегда. Но особо будет необходимо их мужество и свидетельство В тяжелое антихристианское время антихристова. Этим верным христианам надлежит пасти все народы Жезлом железным. Это верные феатирцы, которым сказано Дам власть над язычниками И будет пастей жезлом железным, Как сосуды горшечника. Сосуды глиняные не сокрушатся. Это духовная власть Христа над народами, Осуществляемая им через церковь, Через ее учения, духовную силу И особенно через ее священноначалия. Духовная сила церкви, ее чад, Подобно железному жезлу, Сокрушает препятствия, Покоряет своей истине И пасет все народы. И восхищено было дитяю к Богу И престолу его. Этих своих верных рабов Господь восхищает к себе И престолу своему, То есть к высшим ангельским силам. Это означает, что Господь Приближает их к себе, Своей милости и своим ангелам. К этим верным рабам Божьим Обращены слова апостола. Верен Бог, который не попустит вам Быть искушаемыми сверх сил, Но при искушении Даст и облегчение. Первое. Коринфянам 10.13 Когда искушение становится непосильным, То быстро приходит Господь И восхищает от Него Своих рабов к себе. Это и есть Восхищение верных к Богу. Кроме того, Святые, живя на земле, Бывают восхищаемы духом В небесные сферы, Как мы и читаем об апостоле Павле Иоанне, Или как ангел Господень Восхитил Филиппа. Да и всегда Душа праведника Бывает восхищена от всего мира И живет в небесном. В последний же день Все верные чадо Жены Церкви, Мужественно противостоявшие Всем козням Лукавого, И уже умершие И оставшиеся К тому времени В живых Восхищены будут На облаках В сретении Господу На воздухе И так Всегда с Господом Будут. А жена Убежала в пустыню, Где приготовлено было Для нее место От Бога, Чтобы питали ее Там 1260 дней. Дракон, Древний змей, Хотел пожрать чадо, Рождаемое женою, Церковью. Но Господь Восхитил дитя ее, А жена Убежала в пустыню. Так как мы имеем Здесь знамение, То эта бегса Может рассматриваться Образно. Дьявол желает Пожрать чад в церкви, В облечении их В прелесть И суету житейскую. Он готов питать Совращаемых им Всеми благами Мирской жизни. Пустыня – это место, Лишенное всех средств Для существования И всех богатств. В духовную пустыню Убегает церковь От искушений сатаны. Пустыня – это Не от мирности Церкви. Как Израиль Был выведен Из Египта И странствовал В пустыне, Питаемой Манною и водою, Чудесно Источаемую Камнем. Так и церковь Убегает От всякой Мирской суеты, От житейских Благ И всего, Что предлагает Мир. Царство мое Не от мира Сего, Говорил Христос. Не любите Мира Не того, Что в мире Учил Святой Апостол Иоанн. Уходя из мира, Церковь С точки зрения Мира Оказывается Как бы В пустыне. Но именно Там Приготовлено Было Для нее Место От Бога. Там В жизни Удаленной От мира От греха И разврата От увеселения И зрелищ От безумного Время Провождения От мирской Славы Богатства И власти Там В молитвенном Уединении В благочестии В постах И бдениях В трудах Служении Ближнему В честном И Богом Освященном Браке В монашеских Телиях И пустын Жительстве Там Приготовлена Тебе Душа Возлюбившая Господа Место Не ищи Душа Мест Приготовленных Тебе Искусителем Для твоей Погибели Но ищи Место Пустынного Уготовленного Богом Ныне Говорят Что за жизнь Без вина Без табака Без мяса Без зрелищ Без женщин О Душа Беги От этих Египетских Пиршис В пустыню Воздержания И смирения Там Для нее Место От Бога Чтобы Питали Ее Там Возлюби Эту Пустынную Пищу Которая Тебя Там Будет Питать Сам Бог Там Не хлебом Одним Будет Жить Человек Но Всяким Словом Исходящим Из уст Божиих Потому Возлюбите Чистое Словесное Молоко Дабы от него Возрасти Вам Воспасение В этом Мире Всякий Пьющий Воду Сию Вожаждет Опять А кто Будет Пить Воду Которую Я Дам Ему Тот Не будет Жаждать Вовек Но Вода Которую Я Дам Ему Сделается Внем Источником Воды Текущей В жизнь Вечную Зовет Христос Кто Жаждет Иди Ко мне И пей Сия Сказал Он О Духе Которого Имели Принять Верующие В Него Старайтесь Не о пище Тленные Но о пище Пребывающей В жизнь Вечную Которую Даст Вам Сын Человеческий Хлеб Который Я Христос Дам Есть Плоть Моя Которую Я Отдам За жизнь Мира Едущий Мою Плоть И пьющий Мою Кровь Имеет Жизнь Вечную Вот Божественная Пища Которую Питает Бог Свою Церковь В пустыне Где Уготовал Ей Место В этой Пустыне Нет Потоков Слов Суетной Мудрости Этого Века Но Есть Глаголы Вечной Жизни Словесное Молоко Слова Божия Слова Божия Питающего Сердца В этой Пустыне Нет Всевозможных Вод Услащающих Язык И охлаждающих Его В жару Но Есть Святая Вода Есть Святой Агиасма Богоявленская Вода Освещающая Всех Услащающая Душу И охлаждающая Ее Взной Земных Невзгод Здесь Нет Благовонных Мостей И Духов Но Есть Святой Мир Благоухание Духа Святого Нет Жиров Утучняющих Чрева Таких Как Кино Театр Телевизор Спорт Но Есть Святой Елей Умощающий Главу И Благословляющий Человека Здесь Нет Изобилий Явств И Петий Но Есть Плоти Кровь Бога Человека Питающая В жизнь Вечную Взирай Душа И на Таких Пустынников Как Святой Антоний Великий Святой Макарий Великий Святая Мария Египетская И Другие И Их Молитвами Да Дарует И Тебе Господь Силы Бежать Из Мира Суеты И Греха В Спасительную Пустыню 1260 Дней Это 42 Месяца Или Три с Половиной Года Царствования Антихриста Расцепетская Расцепетская Дракон Выпущенная Предкончиной Века На Короткое Время Творить Беспрепятственно Свои Козни Направит В первую Очередь Все Свои Силы На Борьбу С Церковью Чтобы Пожрать С тех Чад Ее Церковь Будет Единственным Настоящим Противником Антихриста Никакие Общественные Системы Государства Финансовые Силы Никакие Учения Иные Религии Не устоят Перед Ним Только Церковь Противостанет Ему Только Ее Чадо Не примут Его Печати Но Внешне И ее Победит Антихрист Будет Взят От Среды Удерживающей Теперь Из Среды Людей Церковь Убежит В Пустыню Тогда Не будет Ни одного Христианского Государства Ни одного Помазанного Государя Не будет Действовать Ни один Храм Умолкнет Проповедь Слова Божия Амос 8.12 И вот Димное Утешение В это Страшное Время Для Церкви Приготовлено Место От Бога Не Найдут Больше Люди Для нее У себя Место Но Найдет Бог Господь Уже Уготовил Ей Место В пустыне Уже Нашел Те Пещеры И Ущелья Гор Те Далекие Непроходимые Леса Где Укроются Верные Ему И Не Погибнуть В этих Местах Убежит Церковь Непроходимые Пока Пока Не Придет Христос Непроходимые Воскликнут Непроходимые Ангелы Непроходимые 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 Копьё С белой Хоругвью Иногда Пламенный Меч На Которое Начертан Червленый Крест Священное Писание Представляет Архистратига Михаила Как особого Покровителя Еврейского Народа Так Архангел Михаил Помогал В борьбе С ангелом Покровителем Персидского Царства Ради Еврейского Народа Даниила 10.13 В борьбе За еврейский Народ Против Ангелов Персии Греции Ангел Явившийся Пророку Даниилу Говорит И Нет Никого Кто Поддерживал Меня В том Кроме Михаила Князя Вашего Князя Вашего То есть Еврейского Потому И Сказано Пророку Даниилу И Восстанет В то время Михаил Князь Великий Стоящий За сынов Народа Твоего Святому Иоанну же Архистратик Михаил Представляется Борющимся Сатаной Обольщающим Всю Вселенную То есть Он Покровительствует Уже Народу Божию И всех Народов Земли Роду Христианскому По церковному Преданию Запечатленному Службе Архистратику Михаилу 8 ноября Он Принимал Участие Во многих Ветхозаветных Событиях Он Предводительствовал Израилю Во время Странствования В пустыне В столпе Облачном И огненном Он Явился Иисусу Навину И открыл Волю Господа На взятие Иерихона Навина 5.13 Его Сила Явилась В уничтожении 185 тысяч Воинов Астерийского Царя Синахирима 4. Царь 19.35 В поражении Нечестивого Вождя Антиохова Илеодора 2. Маковеев 15. И в ограждении От огня Трех святых Отрогов Анания Азария И Месаила Брошенных В огненную Печь По воле Божьей Архистротик Перенес Пророка Аввакума Из Иудеи Вавилон Чтобы дать Пищу Даниилу Заключенному Ворве Царьвами Даниила 14.33 Так же Читаем Мы Что Михаил Архангел Когда говорил С дьяволом Споря С Моисеевым Теле Не смел Произнести Укоризненного Суда Но сказал Да запретить Тебе Господь Иуда 9 О неоднократном Заступничестве Архистротика Михаила Свидетельствует История Христианской Церкви Так Например Явлением Пресвятой Богородицы И Архистротика Михаила Было Остановлено Великого Новгорода Нашествие Монголо-татарских Полчищ Хана Батыя Волоколамский Потерик О какой Войне Повествуется Здесь Святой Тайнозритель Иоанн Это Можно Отнести К первому Низвержению Дьявола И последовавших За ним Ангелов С неба Об этом Пишет Святой Пророк Иезекииль Ты был Помазанным Херувимом Чтобы осенять И я поставил Тебя на то Ты был На Святой Горе Божией И ходил Среди Огнистых Камней То есть Ангелов Ты совершен Был в путях Твоих Со дня Сотворения Твоего Доколе Не нашлось Тебе Беззакония И ты Согрешил Я Низвергнул Тебя Как Нечистого С горы Божия Изгнал Тебя Херувим Осеняющий Из среды Огнистых Камней Светлых Ангелов От Красоты Твоей Возгордилось Сердце Твое От Тщеславие Твоего Ты Погубил Мудрость Твою Зато Я Повергну Тебя На Землю Перед Царями Отдам Тебя На Позор Из И 28 Об этом Он же говорит И пророк Исаия Как Упал Ты С неба Деница Сын Зари Разбился Землю Попиравшей Народы А говорил Сердце Своем Зайду На Небо Выше Звезд Божьих Вознесу Престол Мой И Сяду На Горе В Сонне Богов На Краю Севера Взойду На Высоты Облачные Буду Подобен Всевышнему Но Ты Низвержен В В В Глубины Преисподней Люцифер Ангел Света Восстал На Бога И Произошла На Небе Война На Небе В этом Царстве Света И Мира Он Дерзнул Устроить Войну Даже Здесь Ясно Земле Грешные Люди И То Не Желают Войны Он же Устроил Е На Небе Но Божественные Ангелы С Архистратигом Михаилом Не Потерпели Гордости Люцифера И Извергли Его С Его Сообщниками С Своей Среды Так Началась Брань Сатаны С Богом Тьмой Со Светом Начавшись В тот День Эта Брань Окончится Суда Все же Это Время Дьявол С Богом Борется И Невидимой Для Наших Плотских Очей Идет Война Ангелов Светлых С Ангелами Тьмы Но В первом же Сражении Учиненном На Небе Темные Силы Не Устояли И Не Нашлось Уже Для Них Места На Небе Желавшему Зайти Выше Звезд Божьих Ангелов И Вознести Престол Свой На Горе На Высотах Облачных И Быть Подобным Всевышнему Не Нашлось Уже И Последнего Места На Небе А Архи Архистратигам Михаилам И Его Небесным Воинством Незвержен Был Великий Дракон Древний Змей На Землю И Ангелы Его Незвержены С Ним Так Бывшие На Небе Оказались Под Небом На Земле И Стали Начальствами И Властями Мироправителями Тьмы Века Сего Духами Злобы Поднебесных Следствие Этого Страшного Падения Незвержения С неба Мы находим На первой же странице Библии Земля же была Обезвидна И Пустая Тьма Над Бездною Святой Андрей Кисарийский Пишет Что По Устроению Чувственного Мира За Гордость И Зависть Он Сатана Так Незвержен Что Ему Верено Было Прежнее Начальство Воздушное А Папе Муж Апостольский Пишет Некоторым Из них То есть Из прежних Божественных Ангелов Позволил Владеть И управлять Устроением Земли И поручил Начальствовать Хорошо Но Случилось Что Они Ни во что Обратили Свой Чин Так Бывший Подобным Светлой Утренней Звезде Стал Подобным Присмыкающейся По земле Твари Змею Древний Змий Так Как Свою Обольстительную Деятельность Начал Еще С прародителей Рода Человеческого И даже Еще ранее Триангельских Чинов Называемый Дьяволом Что означает Клеветник Ибо он Еве Клеветал На самого Бога А потом Всегда Клеветал Богу На людей Ио Ио 1 2 Захария 3 1 Иначе Еще По еврейски Сатана Что означает Противник Ибо Правителем Противится Волю Божией И спасение Людей Обольщающей Всю Вселенную Ему Недостаточно Своего Собственного Падения Он Стремится Погубить Вместе Собой Всю Вселенную Как и Исаия Говорит Что он Вселенную Сделал Пустынью Исаия 14 17 Как он Этого Достигает Посредством Обольщения Насильно Покорять Себе Людей Сатане Не дано Он Не может Завладеть Человеком Без Свободного Согласия На то Самого Человека Поэтому Он Пускает В ход Для борьбы Страшный Яд Обольщения Ужаленный Сатаной И отравленный Этим Ядом Становится Достоянием Древнего Змия Поэтому Прелесть Это Самое Страшное Из всех Греховных Состояний Блудники Убийца Могут Покаяться Прельщенный Никогда Пока Не выйти Из этого Состояния О грехе Прелести Можно Очень много Прочитать В аскетической Литературе Святых Отцов Мы укажем Только На одно Интересное Явление Ныне Слово Прелесть В русском Музыке Стало Синонимом Слово Красота Это Не случайно Это Непростое Изменение Значения Слова Происшедшее В течение Времени Это Имеет Глубокие Корни Отождествление Слова Красота Со Словом Прелесть Свидетельствует Об утрате Людьми Способности К развлечению Того Что Именуется Красотой И что Именуется Прелестью Свидетельствует О Неспособности Различать Истинно Красивое И безобразное Представленное Сатаною В виде Красивого Это Неспособность Отличить Реальность От Миража Это Свидетельство Того Что Люди Ныне Находятся В страшном Состоянии Прелести Жизнь В Боге Красота Жизнь Без Бога Прелесть Вот Несколько Примеров Небо Красота Коммунизм Прелесть С Первого Взгляда Атеисты Не Предлагают Ничего Плохого Коммунизм Вроде Красив Имеет Вид Красоты Но Он Таковым Не Является Он Прелесть Прелещенные Картиной Коммунизма Уходят От Бога Вечной Красоты И Навечно Гибнут Поскольку Сатана Не Может Насильно Овладеть Человеком То Он Вынужден Показать Ему Нечто Похожее На Красоту Ибо Иначе Человек Сам За Ним Не Пойдет Потому И апостол Писал Боюсь Чтобы Каждый Змей Хитростью Своей Прелестил Еву Так И Вашу Уму Не Повредились И Неудивительно Потому Что Сам Сатана Принимает Вид Ангела Света А Потому Невеликое Дело Если И Служители Его Принимают Вид Служители Правды Но Конец Их Будет По Делам Их 2 Коринфянам 11 3 Потому И Очень Не Случайно То Что В современных Сектантских Гимнах Появляется Слово Прелесть В значении Слово Красота Вот Слова Из Одного Излюбленного Сектантской Молодежи Гимна Синее Небо Я Поражаюсь Сей Красотой Прелестью Неба Прелестью Дня Так Автор Автор Сам Сам Того Не Веда Истинно Подчеркивает Что Сектантство Не Способно Отличить Красоты От Прелести И Дает Своим Последователям Не Небо А Прелесть Неба И Вечной Жизни И Ныне Учит Не О Богу Годном Дне А Прелести Дня Предлагаемое Сектантством И в Это И в Той Жизни Прелесть Действительно Вдумываясь в эти слова Гимн Можно воскликнуть С его автором Я Поражаюсь Вообще Было бы Очень полезно Интересно Разобрать Изменения Значения Многих Слов Сегодняшнее Время Например Таких Как Догмат Ортодокс Блаженные И другие Это Яркое Свидетельство Происшедших Изменений В современном Обществе Существует И другое Понимание Значения Описываемой Здесь Святым Иоанном Войны На небе Это Крестная Победа Спасителя Над Сатаною Это Осуществление Обетования Данного Богом На заре Человечества И сказал Господь Бог Змею Вражду Положу Между Тобою И между Женою И между Семенем Твоим И между Семенем Ее Оно Будет Поражать Тебя В голову А ты Будешь Жалить Его В питу Борьба Сатаны Со Христом Началась Со Времени Его Грехопадения И Продолжалась Во всю Последующую Историю Ну вот Рожденный Небесным Отцом Рождается Женою 33 года Длится Решающее Сражение Завершившееся Голгофским Крестом Телесным Очам Видна Была Та Брань Которую Воздвигли Иудеи Против Сына Человеческого Но Одновременно Невидимо Происходила Война Всех Небесных Сил Против Всех Сил Преисподней Возникает Вопрос Как могла Крестная Победа Спасителя Низвергнуть Сатану С его Ангелами С неба Если Она Они Уже Были Свернуты Оттуда Сразу После Своего Грехопадения Действительно Уже Тогда Воинство Архистратига Михаила Свергло Сатану С неба Но Не Был Еще Лишен Определенного Доступа Туда Но Наоборот Всегда Там Являлся И клеветал На Праведников Так Клеветал Сатана Перед Господом На Праведно Иова Иов 1.6.2.1 Или вот Во времена Израильского Царя Ахава Было Пророку Михею Видение Господа Сидящего На Престоле Своем Иов Все Вожинство Небесное Стояло При Нем По Правую И По Левую Руку Его И Сказал Господь Кто Склонил Ахава Чтобы Он Пошел И Пал В Говорил Иначе И Выступил Один Дух Стал Пред Лицем Господа И Сказал Я Склоню Его И Сказал Ему Господь Чем Он Сказал Я Выйду И Сделаюсь Духом Лживым В устах Всех Пророков Его Господь Сказал Ты Склонишь Его И Выполнишь Это Пойди И Сделай Так 3.6.2.2.19 Или Вот Видение Пророка Захария И Показал Он Мне Иисуса Великого Иерея Стоящего Пред Ангелом Господнем И Сатану Стоящего По Правую Руку Его Чтобы Противодействовать Ему И Сказал Господь Сатане Господь Да Запретить Тебе Сатана Да Запретить Тебе Господь Избравший Иерусалим Захария 3.1. Итак Мы Видим Что Сатана Хотя И Низвержный С неба Все-таки Имел Туда Еще Определенный Доступ Со Своими Ангелами И И Только Крест Христов Положил Конец Этому Доступу Как И Сам Господь Сказал Я Видел Сатану Спадшего С неба Как Молнию Все Даю Вам Власть Наступать На Змеи Скорпионов И На Всю Силу Вражью Христа Мог Теперь Небе Настало Царство Бога Нашего И Власть Христа Его Через Крест Было Основано Царство Бога Святая Христианская Церковь И Власть Христа В ней Ибо Христос Глава Церкви Христа Его То есть Отца Иисус Является Помазанником Христом Отца Ибо На нем Положил Печать Свою Отец Бог Иоанн 6 27 Далее Повествуется Что Побудило Небожителей К словословию Такого Содержания Потому Что Незвержен Клеветник Братьей Наших Клеветавший На них День И Ночь Дьявол И означает Клеветник Как Мы Уже Видели Что До Своего Незвержения Крестом Христом Он Представал Пред Богом И Клеветал На Праведных И Это Злостное Мерзкое Дело Он Совершал Неутомимо День И Ночь Сколь Неприятно Бывает Даже Нам Грешным Когда Мы Слышим Клевету Сколь Велико Было Торжество Небожителей Когда Наконец Очищено Было Небо От Этого Клеветника Дьявола Теперь Крови Иисуса Христа Сына Его Очищает Нас От Всякого Греха Теперь Сатана И Слуги Его Не Могут Обвинять Раду Божии Грехах Сатана Христос, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемое во оставление грехов. Кровь Агнца побеждает великого дракона и делает обвинение его против братьев ложью и клеветою, ничего не значащую у Бога. Но в приобщении святой крови Христовой в евхаристической чаше мы умываемся от грехов и получаем залог для спасения и победы. Получив эти дары, необходимо теперь с помощью их потрудиться, что и выражено словами, и словом свидетельства своего. О даре спасения надо свидетельствовать. Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедуя и я пред Отцом Моим Небесным. Но необходимо не только свидетельство словом, но и свидетельство всей жизнью. Победившие сатану не возлюбили души своей, той жизни своей, даже до смерти. Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, жизнь, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее, говорит Христос. Готовность все отдать за Христа, даже свою жизнь. Вот путь к спасению и победа над дьяволом-клеветником. Лучше умереть, чем отказаться от веры или согрешить. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, в горе живущем на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Совершилось дело спасения, низвергнут с неба древний змеи дьявол. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Очищение неба от нечистого приводит к великому веселью небес и обитающих на них. Что, разумеется, здесь под небесами, и кто обитающий на них? «Небеса — это царство мое не от мира сего. Это царство Христово, его святая церковь небесная и земная. Обитают там все силы небесные, ангелы Божии и духи праведников, достигших совершенства». Но здесь можно разуметь и земных членов Церкви Христовой, тех, чьи жительства на небесах, Филиппийцы 3.20. «Кто не имеет здесь постоянного града, но ищет будущего? Кто, ходя по земле, обитает на небе? Итак, все чада небес, живущие там или здесь, веселитесь, ибо очищена ваша обитель, но горе живущим на земле и на море, мудрствующим земное и обуреваемым в море житейском, живущим на земле и морских островах. Это все те, о которых сказано, а не мыслят о земном. Живущие на земле, но помышляющие о горнем, а не о земном», в Колоссяном 3.20, «побеждает сатану, и потому не относится к тем, которым здесь возглашается горе». Им говорится не горе, но «веселитесь, радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю «радуйтесь». «Мудрствующим земное действительно горе, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда дьявол в первый раз был низвернут архангелом Михаилом с небес, то он сошел на землю в сильной ярости, и сразу же начал свою пагубную деятельность. Только были сотворены первые люди, Адам и Ева, и он сразу же приступил к их искушению в сильной ярости, стал губить человечество, зная, что немного ему остается времени. Нам только кажется, что история мира – это долго. На самом деле это момент в вечности, и дьявол это понимал. Но вот сатана решительно и окончательно сокрушается крестом Христовым, навсегда низвергается с неба, и, как говорит святой истинученик, что по пришествии Христовым и осуждении в Генну стал еще более хулителем, хотя и ранее хулил Бога, но не так бесстыдно. Потому о нем говорится, что во зле сердце его ожесточе, який камень. Иов 41.15 Теперь в сильной ярости дьявол ходит, как рыкающий левый, сякого поглотить. На Голгофском кресте древнему змею была сокрушена глава. Грех, жалость смерти вырвана. А известно, если обычной змее раздавить голову, то хвост ее может еще весьма долго шевелиться. Так и здесь. Жалость смерти вырвана. Глава древнего змея сокрушена. И тогда в бессильной ярости хвост его увлек с неба третью часть звезд с церковного небосвода. Поверх земное мудрование слабых в вере. Раненый зверь всегда свиреп и опасен. Таков теперь и изверженный сатана в своей ярости. Ярость, признан бессилия и поражения, сильный и побеждающий, усугубляется знанием ярость его. Того, что немного ему остается времени. Он прекрасно знает все описание и пророчество и видит, как сбывается одно за другим. И это ведет его не к покаянию, ибо к нему он навечно не способен, а к ярости. Особо велика будет эта ярость в кончину века, когда он еще раз на краткое время, трех столовинных лет, будет освобожден на земле. Горе тогда живущим земным мудрованием. Великое горе! Теперь святой Иоанн описывает подробности бегства жены церкви в пустыню. Когда же дракон увидел, что он извержен на землю? 12-13. Вроде как сначала не мог этому поверить. Не мог поверить, что война на небе окончательно проиграна. Но вот он убеждается в том, что действительно не извержен на землю. Видит это. И тогда с дьявольской неутомимостью начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пыла. Здесь мы видим то же самое событие, что в 6-м стихе. И дана была жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времени и полувремени. В продолжении времени, времен и полувремени. Жена церковь летела в пустыню, то есть удалилась в мирской жизни в свое место от лица змея. Место, уготовленное Богом для своей церкви, не мир с его суетой. И потому церковь улетает от лица змея, от сатаны, всех дел его, всех ангелов его и всей гордыни его. Там, удаленная от мира, церковь питалась божественной пищей. Для этого бегства из мира даны были жене два крыла большого орла, то есть два завета ветхий и новой. Дабы перенесясь на высоту в пустыню, она воспиталась в жительстве чуждом всякого удовольствия. В священное писание ветхого и нового заветов вот два крыла большого орла, которыми церковь уносится из мира в спасительную пустыню жизни с Богом. Там церковь питалась божественным учением и таинствами. Христиан, не читающим и не слушающим священного писания, это птица без крыльев, не могущая взлететь от земного мудрствования, принимающая только один какой-нибудь завет, как птица на одном крыле, никогда не могут взлететь к истинному ведению Бога и жизни в нем. С другой стороны, бегство в церкви от дракона в пустыню подобно исходу Израиля из Египта от фараона в аравийскую пустыню. Бог говорил тогда своему народу, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлинных крыльях, и принес вас к себе. Исход 19.4. Господь нашел народ свой в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как в зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Второзаконие 32.10. А потому и взывает дети Божии, «Как драгоценная милость Твоя Божия, сыны человеческих тени, крыл Твоих покойны». Псалом 35.8. Мы видим, что жене церкви даны были два крыла большого орла, «Чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змия, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени». Само выражение в продолжении времени, времен и полувремени одинаково с Даниилом 7.25.12.7 и означает год, два года и полгода, то есть три с половиной года. Это и есть те 1260 дней или 42 месяца царствования Антихриста. Тогда под двумя крылами большого орла можно разуметь и двух свидетелей, пророков Илью и Еноха, проповедью которых жена церковь и будет спасаться в то время. Но змей сатана не удовлетворился тем, что исторг церковь из среды народа и государств. Он знает, что она продолжает существовать в потаенных пустынных местах и хочет и там ее уничтожить. Это в Антихристово время. «И пустил змеи из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». 12.15. Виге, улетевшую от него жену, змей пустил из пасти своей вслед в нее воду, чтобы увлечь ее водою. Образ взят из природы, как змей, улавливая, испускает яд. И дракон пускает немало воды, а воду, как реку. Так сатана бросает на борьбу с церковью все свои силы, всех своих лукавых демонов, извергает из пасти своей потоки лжелучений и антихристианской пропаганды, желая ими потопить истину, утверждаемую церковью. Не удовлетворяясь только словесными средствами, сатана извергает и реки искушений. Убежавшим в спасительную пустыню, он предлагает свои губительные воды, дабы увлечь верных рекой и мирских удовольствий. Но и этим не удовлетворяется. И тогда желает потопить христиан силой своих войск, которые, как наводяющие потоки, устремляются на церковь. Исаия 8.8, Иеремия 47.2, Данила 9.26. И тогда вполне можно будет приложить слово пророка Исаия об Иудее к церкви. И пойдет, лукавый, по Иудее к церкви. Наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее, два крыла большого орла, будет во всю широту земли твоей, Эммануил. 12.16. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Несмотря на все попытки сатаны уничтожить церковь, Господь ее чудно хранит. При этом он обычно прибегает не к сверхъестественным средствам, что подтверждено тем, что не небо, но земля помогла жене церкви. Вся история христианской церкви свидетельствует о том, как сами жизненные условия, государственные и общественные, перевороты и прочее, содействовали церкви в ее процветании и сохранении от бедствий. Земля помогла жене. Церкви. То дальностью расстояний, то безводим и засухой, то иным, чем отгонителей. Так часто смертоносные потоки лукавого даже не достигали церкви, а были поглощаемы внешними условиями и событиями. Земля, данная человеку Богом, Бытие 1.28, поможет ему вернуться к Нему. Так и особенно при Антихристе общественные события и природные условия поглотят истребительные реки гонений и сохранят верных. Об одном особенном событии этого рода в кончину века пишет пророк Захария. «И станут ноги его Господа в тот день на горе Ильонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Ильонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до осила. И вы побежите их, как бежали от землетрясения во дни озе царя Иудейского. И придет Господь и все святые с ним». То есть Ильонская гора расщепится на две части, и тем послужит ко спасению жителям Иерусалима. Да и сам Господь говорил о времени Антихриста. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а горы поглотят губительную реку и спасти сатаны и спасут церковь». Можно также усмотреть еще иное знамение этих слов, иносказательное. Под землей можно разуметь смиренно мудрее святых, как Авраам сказал о себе, «я прах и пепел». Некогда святому Антонию Великому было открыто ангелам, что ничто так не пресекает и не сокрушает силы дьявола, как смирение. Смирение святых! Вот земля, поглощающая реки сатанинских искушений и обольщений. Стяжи смирение, и ты в безопасности от пасти дракона». «И рассверепел дракон на жену». Двенадцать восемнадцать. «Так всегда бывает, когда жертва уходит неуловимую, погонитель охватывает дикой ярости злоба, которую он готов выместить на любом, кто ему попадется. Христианские сыны мужи восхищаются от преследования дракона к престолу Божию, улетают на крыльях Большого Орла. Тогда сатана-дракон пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. В отличие от того сына мужа, рожденного женой, прочие от семени ее, это простые верующие, живущие в миру. Они не столь мужественны, не являются красой церкви, их не называют святыми. Они занимаются мирской деятельностью и не столь резко выделяются из общей массы. В определенной степени они привязаны к земному, но тем не менее, они тоже от семени жены церкви, тоже крещены тем же духом в то же тело. Они тоже сядут в церкви и являются сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Они подобны тем семи тысячам израильтянам, которых не знал пророк Илья, но которых знал Бог. Неименшее свидетельство пророка имели свидетельство Божие. И церковь, как чадо-любивая мать, не отказывается от этих своих чад, ибо они от семени ее. И дьявол не считает их своими, ибо они не преклонили своих колен перед ним и вступают в брань с ними. Но и из них, пишет святой Андрей Кисарийский, многие победят его, ибо истинно возлюбили Христа. Глава 13. И стал я на песке морском. Можно себе действительно представить, что святой Иоанн, находившийся на острове Патмосе, стоит на берегу на песке морском. И вот то, что он видел, реально переплетается уже с видением духовным. Или же все это происходило в видении. И увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять дядин, и на головах его имена богохульные. Из моря житейского, всегда волнующегося и многометущегося суетой и грехами, из моря земных народов, увидел святой Иоанн, выходящего зверя. Кто этот зверь? Этот зверь, по верованию святой церкви, есть Антихрист. Здесь необходимо указать на ряд неверных пониманий того, кто будет Антихрист. Неверно понимание, что Антихристом будет сам Сатана. Сатана не может, по примеру, Христа воплотиться. Да и Писание ясно возвращает Сатану и Антихриста. Откровение 20.10. Дьявол, вершин в озеро огненное и серное, где зверь и лже-пророк. И апостол Павел называет Антихриста человеком греха, а не сатаною. Так разумели святые отцы. Святой Иоанн Затавус говорит, Кто же есть сей уболи Сатана? Никак уже. Но человек некий, всякое его во приемли действия. Святой Ифрем Сирин. Не сам же родится Сатана, но во образ его приедет прескверный Якутач. Святой Иоанн Дамаскин. Не сам его дьявол будет человек по Господнему человечению. Да не будет, но человек из блуда родится и подымет все действия Сатаны. То есть Антихрист не сам Сатана, но человек, в которого вселится Сатана и который будет всецело орудием Сатаны в кончину века. Неверное понимание, что Антихрист это некоторое отвлеченное понятие, вроде отступления. Безбожие, ереси и подобное. Этому противоречит ясное указание апостола, что Антихристом будет человек греха. О нем Писание всегда говорит, как о человеке в единственном числе, которому присущи действия конкретного человека. История христианства полна таких примеров, когда люди имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. И в определенных событиях и явлениях, как, например, римское папство, реформы патриарха Никона в России, революции, видят пришествие Антихриста и его царство. Как правило, сами же исторические события полностью и опровергают эти мнения. Так, например, даже российского царя почитали за Антихриста. Но вот прошло уже более полувека, как свернут царь в России, а история идет своим чередом. Так же неверно и понимание, что некоторое нынешнее господство, где процветает атеизм и безбожие, является уже наступившим царством Антихриста. Это опровергается хотя бы уже тем, что все действия Антихриста, которые мы видели далее, увидим, описанными, еще не наступили. Все большее развитие греха, нечестий, ересеев, илжаучений, безбожие, есть то отступление, о котором пишет святой апостол Павел, и которое предварительно влияет и приуготовляет установление в мире самого Антихристово царства. Неверно и то понимание, что Антихрист – это одно из ранее бывших на Земле лиц, как Нерон, Домициан, Наполеон, Ленин и прочее. Во-первых, сама жизнь этих и других людей показывает, что они не были Антихристом, ибо не совершили того, что сказано в Писании об Антихристе. И ныне на основании таких мест, как 13.3, 17.8, считает, что воскреснет один из людей, подобных вышеназванным, воцарится и будет Антихристом. Это неверно, хотя бы уже потому, что сатана не может никого воскресить, а указанные места церковь толкует иначе. Личности же, которые своей деятельницей наносили великий вред церкви истине, которые преследовали христиан, уничтожали народы, ввергали миллионы людей в пучину, живучений и ересей, прелести и обмана, греха и нечестия, безбожия и неверия, должны рассматриваться, как притечи Антихриста, приготовляющие ему путь. Священное Писание иногда говорит о многих Антихристах. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. И все более ясно об этом сказано в 1 Иоанна 4, 2. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Таким образом, надо четко различать того Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет, и Его Дух, который и теперь есть уже в мире. А потому и теперь появилось много Антихристов. Дух Антихриста и теперь уже в мире и действует в сынах противления, которое по Духу, действующему в них, и сами называется Антихристами. «В кончину же века придет Тот, Чей Дух действовал во все века. О Нем говорил Христос, противопоставляя Его себе. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. А если иной придет во имя свое, Его примите». Иоанна 5.43 Святой тайно-зритель видит зверя Антихриста, выходящего из моря. Священное Писание приоткрывает нам еще конкретнее, откуда именно придет Антихрист. Когда умирал патриарх Иаков, то он собрал своих двенадцать сыновей, благословил и пророчествовал о будущем. Их потомков. И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим коня, ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Бытие 49.11.17 «Через Дана древней змеи сатана ляжет на дороге, которой Бог ведет людей ко спасению. Это и есть тот змей, который будет жалить спасителя в пету, уязвить ногу коня, так что всадник его упадет назад. То есть Антихрист будет вести войну со святыми и победит их. Так Иаков из глубины веков провидит, что от Дана придет Антихрист, как бы содрогается и восклицает, «На помощь твою надеюсь, Господи!» И Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилю перед смертью своею. А Дане сказал, «Дан молодой лев, который выбегает из вассана» в Тарзаконе 33.1.22. «Так от Дана в кончину века выбежит молодой лев, рыкающий, ища кого поглотить». Это об Антихристе. «Видит бедствие Антихристово времени, приходящими от Дана и пророка Иеремия. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жребцов его, дрожит вся земля, и придут истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем». Иеремия 8.15. «Так и пророк Амос говорит о времени Антихриста. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой Дан, и жив путь Версавию». Они падут и уже не встанут». Амос 8.13. Указанием на происхождение Антихриста от колена Дана слушает и то, что из колена Данова отсутствуют запечатленные печати Бога Живого. Откровение 7.15. «Из колена Иудина были помазаны израильские цари, и от него воссиял Христос». «Из колена Данова грядет Антихрист». «От евреев пришел Христос Спаситель, от евреев же придет Антихрист Губитель». Все основные силы неба и ада являются в мире через евреев. Еврейский народ находится в сердцевине всего человечества и его истории. Святые отцы указывали не только на происхождение Антихриста из колена Данова, но и на то, как он родится. Так святой Ипполит Римский пишет, «Ельмаба спас миру спасти, и хотя род человеч, о чистый и пресно Деву Марии родися, тем же образом и сопротивник от скверной жены и зудит на землю. Родит жеся по привидению от девицы». Так и святой Ефрем Сирин пишет, «Воистину, воистинный Бог, зачаться во чреве, так же воплотися. Той же родися от святых девок, плоть нашу, а об Антихристе пишет, «Родит быся воистину от жены скверны, сосуд ему. Не сам родится сатана, но в образ его приедет при скверной якутач». Так Антихрист родится от скверной жены блудницы по привидению от девицы из колена Данова, еврейского народа. Начиная с своего рождения, Антихрист будет во всем уподобляться Христу, и тем заслуженным называется Антихрист, ибо Анти означает по-гречески «вроде», «вместо». Далее святой Иоанн описывает внешний вид зверя. Вид зверя Антихриста совпадает с видом зверя сатаны в 17-й главе. Этим указывается их сродство и сходство. Антихрист находится всецело во власти дьявола, является его орудием и его олицетворением на земле. Святой Иоанн видит зверя с семью головами. Этим указывается на седмеричный круг земной жизни. Зверь — это царство сатаны на земле. Голова управляет всем телом. Поэтому семь голов — это семь царей их царствами, через которых сатана во все времена осуществлял свое господство на земле и потому полноправно мог называться князем мира сего. Об этом же об этих семи царях мы читаем в 17 главе. Под первыми шестью царствами можно разуметь Египет, Оссирию, Халдею, Персию, Греко-Македонию, Рим. Седьмым царством является само Антихристово царство. Среди первых шести царств можно опустить Египет и ввести Сирию царями, головами. Тогда является египетский фараон при Моисея, Синахерим Ассирийский, Номуходоносор Вавилонский, Кир Персидский, Александр Македонский, Антиох Епифан Сирийский, император Рима, Цезарь Нерон, Домицеан и другие. Антихрист. Христос разрушил шестое царство. Римская империя приняла христианство. От времени первого христианства и до антихриста сатана не имеет своего царства на земле и не изгнан вон. Царствует Христос, тысячелетнее царство, но царство самого антихриста будет предварено десятью царствами, которые будут одновременно перед пришествием антихриста. Это означает десятью рогами, которые были на головах зверя. Это видение схоже с тем, которое имел пророк Даниил. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будут произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. Даниила 7.24 Перед пришествиями антихриста будут делать основных государств, десять основных государств, три из которых будут уничтожены антихристом, а остальные примут его. Точное пересчисление этих десяти царств ныне невозможно, ибо Писание не дает на то никаких указаний. Эти цари явно откроются уже только во дне антихриста. На рогах его было десять дяди, диадима знак царской власти и господства, рог сильного силы и могущества. То, что диадима не просто на головах, а именно на рогах, указывает на то, что своей власти зверь достигает исключительно насилием, а на головах его имена богохульные. Как и в введении пророка Даниила одиннадцатый рог говорил слово высокомерно против Всевышнего. Богохульные имена на головах зверя означают, что все выше названные семь царств в истории человеческой были богопротивными и через них сатана устроял свое царство на земле. Богохульные имена древних царств указывают особенно на их идолопоклонство, обогатворение их царей и нечестие. На всех их превзойдет богохульство седьмого царя антихриста, ибо он будет противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом или святыней. Так что в храме божьем сядет он как бог, выдавая себя за бога. Он придет во имя свое, имя мерзкое и богохульное. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. Таков внешний вид зверя. Это перекликается с видением четырех животных пророком Даниилом 7.3. Львом обозначается Вавилонское царство халдеев, его величие и царственность. Медведь царство персидское, его ужас, сила и упорство. Барс или рысь в славянском переводе, царство Александра Македонского. Его стремительность и хищность. Четвертый зверю Даниила означает римского царя, который разрушил все предыдущие царства и создал свою великую империю. Римский кесарь, особенно Нарон, прообраз антихриста. И зверя то, что зверя антихриста и медведи, черты, и льва, означает, что он будет в себе содержать всю силу и мерзость всех предыдущих царств, превзойдет их и покорит их. Сам антихрист, человек, и всю эту силу и власть он будет иметь не от себя, но дал ему дракон сатана силу свою и престол свой и великую власть. Все это он будет иметь от дьявола, как его наместник на земле. Силу свою дьявольскую это те природные силы и свойства, которые дьявол имеет как ангел и бывшее высшее божественное создание. Престол свой это весь мир, ибо он князь мира сего и великую власть, которую он имеет над миром. На кресте Христос лишил дьявола престола и власти, но в кончину века на краткое время оно снова дастся ему, и он все это передаст антихристу и через него будет действовать. 13.3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Антихрист будет во всем подражать Христу и являть собой противоположность ему. Как Христос родился от евреев, от девы, так и он родится от евреев и подражательно от девы. На самом же деле от жены скверной и полит римский Ефрем Сирин, так говорят. Христос сказал о себе был мертв и все жив во веки веков. Он агнец как бы заклонный, так и Антихрист подражает ему в этом, получает смертельную рану от меча и исцеляется как бы воскрешается. Так он строит свое царство в противоположность царству Христову. Как же должно понимать эту смертельную рану и исцеление, воскрешение от нее? Понимать это можно двояко. Во-первых, здесь можно разуметь лже чудо, которое совершит Антихрист. Либо он сам, либо один из его высших сановников князей будет умершлен мечом, а потом воскрешен и исцелен от смертельной раны. Такое ложное воскрешение было некогда совершено Симоном-волхвом, родоматяльником ереси и облечено первоверховным апостолом Петром. В подражании Христу Антихрист, чтобы увлечь за собой народы, совершит это лже-чудо и тем покажет якобы свою власть над жизнью и смертью. Совершит он это обманно, либо разыграв всеми доступными ему земными средствами такую сцену, либо же привлечет к тому непосредственно силу преисподней. Во-вторых, мы видим, как в древности одно царство, устрояемое сатаной, сменялось другим Египета, Сирия, Вавилона и так далее. Но вот одна из голов, шестая Римское царство, получает смертельную рану крестом Христовым. Сатана связывается в бездну и его уже как бы нет. Гаснут идрские капища, всюду водружается крест, поцаряется Христос. Небесное царство невидимо и духовно сходит на землю и покоряет сердца народов. Но мир все-таки не пожелал принять этого владыку. Свет во тьме светит и тьма не объяла его. Тогда смертельная рана, нанесенная боговраждебной силе, начинает исцеляться, начинается отступление от христианства. Это и магометанство и эпоха возрождения. 16-19-17 века возродившая древне языческую культуру и дальнейшее богоотступничество, атеизм, нечестие и диктаторские режимы последнего времени. Все это предвестники будущего воскрешения сатанинского царства на земле, а мир все более верехлеет. Все, что люди строят, рушится. Люди постепенно теряют веру в Бога, царя, человека, самих себя. все кумиры и идеалы рушатся. Все более и более витает в умах всех ощущения ближайшиеся катастрофы. Ныне человечество уже реально ощущает возможность своей гибели. И вот когда разуверится во всем и опротивеет все, тогда придет антихрист со своей новой программой. Он скроет все противоречия и недостатки предыдущих обществ, социальных систем и культур и предложит свое идеальное общество. Его примут как спасителя. Его приход будет исцелением смертельной раны. Выпускается сатана из бездны, исцеляется смертельная рана, нанесенная крестом Христовым. Снова устанавливается царство сатаны на земле. Седьмой и последний раз, причем в невиданной прежде силе. Мнимо побеждается и тот тупик, в который ввело себя богоотступническое человечество. Таким образом, рана, нанесенная зверю мечом, это изгнание сатаны из мира, отсутствие его царства на земле. А ее исцеление это последнее освобождение сатаны и установление им своего царства в лице Антихриста. Люди же воспримут это иначе. Они видят ту пропасть, в которую они катятся, и деятельность Антихриста воспримут как воскрешение человечества от смертельной раны. «И удивилась вся земля, следя за зверем». Все средства массовой информации будут работать на него. Вся земля будет следить за действиями новой вошедшей звезды и, видя все совершаемое, удивиться. Тогда уже мало чем можно будет удивить людей, но тут будет удивиться вся земля. И это удивление перейдет в божественное поклонение и почитание Антихриста и движение давшего ему власть дракона. И поклонились дракону, который дал власть зверю. Так через Антихриста сатана достигнет своей высшей и первоначальной цели почитания себя как Бога. Частично эту цель сатана достигал в первых шести идолопоклонческих царствах поклонения идолу и поклонения бесам. 1 Коринстам 10.20 В этом плане магометанство безбожие и прочее не есть поклонение сатане, ибо они не чтут его и не поклоняются ему. Атеист не веруя ни в Бога ни в сатану не поклонится ни тому ни другому. Поэтому атеизм, будучи послушным орудием сатаны, не может быть для него самоцелью. Атеизм временное явление находится между поклонением Богу и поклонением сатане. Начало его фактически во Франции в 18 веке, так называемая эпоха просвещения. Атеизм уничтожает поклонение Богу, а потом сам будет уничтожен и начнется поклонение сатане. Атеизм это мы при переходе от плюса богопочитания к минусу суть сатаны. Потом христианство уничтожило это поклонение, но вот рано исцелело и началось уже неприкровенное, а явное поклонение ему как Богу в антихристовом царстве. Не лишается божеского поклонения и сам антихрист. Поклонившись дракону в сатане, который дал власть зверю антихристу, люди поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? Он несравним, бесподобен и всесилен. все бывшие до него прах и детская игра в сравнении с ним, так воскликнут люди. А смеено будет все бывшее ранее, все религии, культуры, социальные системы и воинские силы. Люди будут думать, что достигли высшего, прекраснейшего и навечно нерушимого. 20 век особенно продвинул людей в том плане, а смеяно всякие религии зачастую привирается и ничтожается прошлое, современное объявлено высшим, истиннейшим, нерушимым и непобедимым. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохуйно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Это совпадает с видением Даниила. В роге зверя были глаза, как бы глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. 7 8 11 20 25 И угнетать святых Всевышнего. А о том же пишет и апостол, противящийся и приводносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И даны. То есть Антихрист не своей силой достигнет этого, но и слова и действия его даны, попущенные ему Богом. Что Бог дает, разрешает ему сделать, то он и делает. Большего же, чем попущено от Бога, он совершить не может. Уста, данные человеку для прославления Бога, говорят, гордо и богохульно. Гордость первый грех сатаны. Гордость будет и последним его грехом. Он начал грешить тем, что захотел быть как Бог. Тем же он и согрешит в последний раз. От гордости родились все грехи, в ней же они все и завершаются. Усугубление греха Антихриста еще в том, что он будет не только говорить, но и действовать. И словами, и действиями будет хулить Бога. Но даны ему будут это делать только краткий срок 42 месяца или 3,5 года. Святые отцы все разумеют здесь буквально срок 3,5 года, а не определенный промежуток времени. Святой Ирине Ильонский, Блаженный Иероним, Святой Андрей, Китарийский и другие. Выдавая себя за Бога, Антихрист будет уничижать и хулить все, что люди прежде почитали за Божественное и Святое. И отверстие муста свои для хулина Бога. Бесстыдству и нечестию Антихриста нет предела. Его ничто не останавливает, и он отверзает свои уста даже для хулина Бога и извергает тройную хулу, чтобы хулить имя Его и жилища Его и живущих на небе. Первым объектом хулы для Антихриста будет всесвятое, великое и страшное имя Божие. А похулив самого Бога, ничто не остановит Его хулить все Божие. Жилище Его это небо, как мы и молимся, Отче наш сущий на небесах. Некогда сатана и ангелы были свернуты с неба, и теперь в своей ярости хулят Его. С другой стороны, земной наш дом это хижина, жилище это тело, в котором обитал Бог. Тело Сына Человеческого, как и сказано, что в Нем во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Так антихрист, утверждая себя Богом, будет хулить Христа Сына Человеческого. Кто лжется, если не тот, кто отвергается Иисус, есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Похулив Христа, он себя выдаст за Христа. Горе тем, кто все еще ждет на землю Христа для спасения. И они дождутся антихриста и примут его. И живущих на небе этого не христиане еще живущие на земле, а не христиан в стихе, а святые не отмирные ангельские силы и духи праведников, достигших совершенства. День Бог во святых своих, а потому хулящий Бога будет хулить и его святых. Протестантизм, отвергнув почитание святых, а иных святых и осмеивая, положил этому начало. Безбожий уже открытый резко порочит святых, антихрист будет их хулить, значит, не дают они ему покоя. Все святые, молите Бога о нас. Так мы прикровенно видим здесь хулу антихриста на всю Пресвятую Троицу. Хула на имя его, хула на отца, хула на жилище его, хула на сына, хула на святых, хула на святого духа. Ибо святые помазаны духом, им живут и освящаются. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. 13.7 Война со святыми, с христианами вылазла все времена. В страданиях и гонениях рождалась церковь. Первые христиане и были первые мученики. Вели войну с христианами и варвары, и мусульмане, и безбожники. Но никогда не удавалось их победить. Всемогущая десница Божия всегда спасала свой народ. Антихрист уже будет дано то есть не своей силой, а попущением Божиим. Победить их, но эта победа будет внешней. Церковь будет исполнена из общества, но не из сердец истинно верующих, которые и в то время останутся в пустынных и потаенных местах. Сейчас нам говорят, что религия иссезнет из общества. Что ж, они правы. Эта победа будет одержана сатаною и об этом пророчествована в Писании. Но ужасен будет конец победителей и славен венец побежденных. И вот когда будет взят от среды удерживающей теперь, то есть Дух Святой отступится от среды людей и останется уже только в избранных, тогда откроется беззаконник и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. То есть после своей победы над христианами Антихрист получит всемирное владычество. Это не означает, что вся земля будет представлять собой одно государство. Но все государства и народы будут подчинены его верховной власти. Антихрист не заметит или не захочет заметить, что все это ему всего лишь дано и припишет все это своей силе, власти и мудрости. Потребует себе божеского поклонения и добьется своего. И поклонятся ему все живущие на земле, в которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира. То есть все, кроме истинных христиан, запечатленных печатию Божию и записанных в книгу жизни, поклонятся ему. Не выстоит никакая идеология, никакая религия, кроме христианской. Евреи, мусульмане, индийские и другие восточные верования, все политические и идеологические партии и общая масса народа все воскликнут, кто подобен ему, кто может сразиться с ним, и все поклонятся ему. Потому помолимся, братья, да не изгладит Господь имена наши из книги жизни. Слова от создания мира должны относить не к словам Агнца Заклонного, но к словам, имена которых не написаны в книге жизни. В русском переводе неправильно поставлено запятая перед словом Заклонного. То есть здесь апостол Иоанн говорит о том предопределении святых к жизни, о котором говорит и сам Спаситель. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его, придите благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И как пишет апостол Павел, Он Бог избрал нас в Нем во Христе прежде создания мира. Описав все это, имея намерение далее еще описывать ужас последнего времени, святой Иоанн призывает своих читателей, «Кто имеет ухо да слышит» Это обычное в Евангелии и Апокалипсисе воззвание к бдительности, внимательности и самоконтролю. 13.9 «Как мало в наше время имеющих уши, чтобы слышать, ибо огрубило сердце людей, с их ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, призвав внимать этим божественным словам, святой Иоанн указывает на воздаяние. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надвижит быть убит мечом. Этот закон справедлив во все времена. Совершавший насилие, сам будет повержен. Что причинял другим, то и обратится на тебя, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какое мере мерите, такое и вам будет мерить. Особенно же эти слова исполнятся и на самом антихристе. Как он пленит всех неугодных себе, так будет и сам навечно лишен свободы и ввержен в плен гиенны огненной. Как он будет уничтожать и разрушать мечом, так и сам будет уничтожен мечом, исходящим из уст Божиих. Когда его Господь Иисус убьет духом своих и истребит явлением пришествия своего. Здесь терпение и вера святых. Этими словами святой Иоанн показывает, что здесь на земле во время великой скорби антихристовой святым необходимы будут для спасения особенные терпения и вера. Без них в благоприятное время не спасешься, а тем более в такое тяжелое. Первые десять стихов тринадцатой главы описывает первого зверя антихриста. С один из стиха начинается описание второго зверя лжепророка. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнтим, и говорил как дракон. Как много было и есть антихристов. Но в кончину века будет один собственно антихрист. Так много было и есть лжепророков, как о том говорит Писание, ибо восстанут лжепророки. Но в кончину века восстанет главнейший из них собственно лжепророк. Как многие пророки пророчествовали о Христе, а один из них святой Иоанн Претечи указал на Христа. Так многие лжепророки своей деятельностью готовили путь антихристу, а один будет его непосредственным претечи, укажет на него и научит людей ему поклоняться. Святой Леонский, Святой Андрей Кисарийский объясняли, что этот другой зверь и есть лжепророк. Этот зверь не есть антихрист, ибо он другой зверь, но отношение к нему по отношению. Но не умается он и самим сатаною, ибо действует перед сатаною. 16.13 мы имеем четкое пересчисление дракона, зверя и лжепророка. Сатана во всем подражает Богу, ибо желает быть как Бог, а с другой стороны, чтобы простить людей, как Бог есть Пресвятая Троица, так он в определенном смысле подражает ему и в этом. Не будучи Троицей по существу он совершает это подражательно. Сатана сам является как бы Бог-Отец. Как Бог послал мир Своего Сына Иисуса Христа, так Сатана послает Антихриста. Антихрист во всем подражает Христу. И как мы исповедуем третье лицо Пресвятой Троицы, Духа Святого, глаголов шоу, пророки, так нечистые духи вещают через лжепророков, пока не появится сам лжепророк последнего времени. Сатана Антихрист и лжепророк вот прескверная карикатура лукавую на Божественную Троицу. Святой Иоанн видит зверя лжепророка выходящего из земли. Зверь Антихрист вышел из моря как чего-то всегда волнующегося и меняющегося. Такова жизнь породившая Антихриста. Особенно в этом уподобляется морю жизнь государственных и политических деятелей. Земля это наоборот нечто постоянное и твердое. Таковым является в обществе во все века культ и порождаемая им культура. Корень слова культура культ без корня нет слова без культа культуры. Таким образом уже пророк будет не государственным деятелем, а представителем культа и культуры, который будет приготовлять умы и сердца людей к принятию Антихриста. Он будет вести идеологическую работу и являться верховным жрецом культа сатаны. Это не будет религия, направленная к небу, к вечности. Это будет земное мудрование, исходящее от земной скверной жизни. Почему и видит святой Иоанн лже-пророка, выходящего из земли? Далее следует описание зверя лже-пророка. Он имел два рога, подобные агнчем. То, что этот зверь имел только два рога, означает, что он является низшим по отношению к Антихристу, который является в виде зверя с десятью рогами. Два рога лже-пророка будут подобны агнчем. Они будут не агнчем, но подобны агнчем. Опять сатанинское подобление Богу предупреждал о том Христос. Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищная. С печалью говорил о том и великий апостол языков. Ибо я знаю, что последствия моим войдут к вам литые волки, нещадящие стадо. В наивысшей мере таковым будет лжепророк Антихриста. Подобно агнцу он будет иметь вид благочестия и возвещать вроде бы наивысшее и гуманнейшее учение. Но все это будет ложь и научит поклоняться не божественному агнцу, а посланнику ада, страшному зверю Антихристу. Сколь бдительно должны быть и мы, в самых разных формах приходят пророки, подобные агнцу. Это и различные еретики, предлагающие учение, подобное учению агнца. Они называются его именем. Дети Божии, баптисты, крестители, пятидесятники, адвентисты. И исповедуют его, и призывают к нему. Только Христа не считают основой и центром своей веры. И все-таки вера только подобие веры агнцей. Они не могут реально предложить Христа, а только его подобие. Не случайно поэтому в сектах не таинств, а есть только символы подобия. Отравленное вино подобно чистому, но испивший такую чашу умирает. А потому нет у них и спасения. Люди не отличив агнца от подобия агнцу гибнут. Овечьи одежды прикрывают хищных волков. И неверующие люди также предлагают зачастую программы, цели и учения подобные агнчем. Божественному агнцу его учениям уподобляются и различные посланники Индии и Тибета, оккультисты, Теософы и люди оставляют истину ради ее подобия и гибнут. Звери уже пророк говорил как дракон. Уста пророков возвещали то, что говорил через них Бог Духом Святым. Уже пророк будет устами сатаны. Все его пророчества, видения и учения будут ему даны сатаною. Уже пророк будет не только говорить как дракон и словесно воздействовать на людей, но будет и действовать и ложными делами и чудесами увлекать народы. Он действует перед ним со всей властью первого зверя. 13-12 Здесь видна подчиненная роль же пророка. Он действует не от себя и не до себя. Он действует перед ним. То есть ведомо и воля антихриста первого зверя перед ним отчитывается и от него получает поддержку, помощь и силы. Свои дела уже пророк совершает со всей властью первого зверя. А первому зверю антихристу дано было вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И эту власть, которую допустил Бог иметь антихристу, антихрист передает своему пророку, чтобы тот подчинил ему души всех людей. И в этом подражании Христу, который также свою власть, полученную от Отца, передал своим ученикам и апостолам. Этой властью, полученной от антихриста, лжепророк заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Как святой Иоанн Предтеча приготовил людей поклониться Агнцу, имеющему быть распятым и воскресшим, так уже пророк приготовит людей поклониться антихристу, также подражающему Христу смерти и воскресения. Вера нуждается в удостоверении чудом, и вера в антихриста также будет нуждаться в этом. Сейчас нам говорят покажите чудо, и мы будем верить. Что же, великие чудеса будут совершать лжепророк, и поверят написано, и творит лжепророк великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые давно было ему творить перед зверем, он обольстит живущих на земле. По своему эффекту и грандиозности чудеса лжепророка названы великими, о такой чудотворной деятельности говорил и Христос. Восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы пролистить, если возможно, и избранных. Апостол Павел пишет, что пришествие антихриста по действию сатаны будет со всякой силой знамениями и чудесами ложными, и со всякими неправдами, неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия без заблуждения, так что они будут верить и лжи. Какова природа ложных знамений и чудес определить трудно. Это может быть и обман, и наваждение, и инсценировки, и явления, совершенные с помощью науки, и действительные чудеса, совершенные дьявольскую силу, как, например, чародейство, колдовство, магия и прочее. Для великого отступления нужны будут и великие чудеса. И вот святой Иоанн описывает чудо, которое будет совершено лже-пророкам. И огонь не сводит с неба на землю. Это чудо всегда было особым знаком божественным, удостоверенным схождением небесного на землю. Схождение. Третье царство 18-38 Бытие 15-17 4 Царство 1-10 Лука 9-54 Совершил это чудо и сатана в Ветхом Завете, когда он по попущению Божьей извел огонь с неба и попалил стада праведного Иова. К тому же и пророки Илья и Инов будут поражать огнем своих противников, чтобы противостать им. Лже-пророк будет совершать подобные знамения и изведет огонь с неба. Но это чудо будет совершено перед людьми, а не перед Богом. А они, оно лже-чудо и есть не проявление высшей реальности неба, а целиком рассчитано на эффект перед людьми, чтобы обольстить их. Все эти ложные чудеса уже пророк совершит, чтобы обольстить живущих на земле. Ему не удастся обольстить тех, которые, ходя по земле, думая, живут на небе. А там имеют свое сокровище, которое жительство на небесах. Те же, которые не только телом, но и душой живут на земле, только о земном помышляют и к земному прилепляются, те будут обольщены уже пророком и примут антихриста. Поэтому, братья, не собирайте себе сокровищ на земле, где моля ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моля и ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так же пророк будет творить свои знамения перед антихристом, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Как в христианстве есть икона почитания, есть иконы спасителя, матери божией святых, так были созданы иконы антихриста и учреждено поклонение ей. Здесь мы ясно видим, что общество антихриста будет не безрелигиозным, основой религии с явным культом сатаны. Лже пророк добьется не только почитания антихриста, но даже его иконы. Честь воздаваемой образу переходит к первообразу. Так поклонение иконе антихриста будет особой формой поклонения антихристу. Собственно это будет финалом идолопоклонства. Там приносившие жертвы идолам приносили их фактически бесам. Здесь же поклонение будет оказано не идолу, а непосредственно иконе антихриста посланника сатаны. История повествует нам, что человеческий разум может доходить до такого безумия, как оказание божеской почести человеку. Это примеры римских императоров, каллигулы, нейрона, домициана, декия и других. Лжепророк не только добьется от людей поклонения иконе антихриста, но дано ему было вложить дух в образ зверя. Интересно, что во всех действиях лжепророка сказано дано ему было. То есть все это он совершает не своей собственной силой, но то, что допускает ему Бог. Он делает силой сатаны. Мы видим, что ему будет дано даже оживотворить икону антихриста. Речь статуи была для язычников явным знамением присутствия в ней божества и возбуждала перед собой трепет и поклонение. Есть повествование, что волшебством бесы говорили посредством изображений статуй, деревьев, вод и прочее, даже может через мертвые тела. Синий волш показал римлянам, как восстают мертвые через тех, коих он воскресил сам. При этом присутствовал апостол Петр и обличил его обман. Именно так, пожалуй, следует себе представить и говорящую икону антихриста, а не как какое-нибудь изображение техники, вроде телевидения и подобное. Образ зверя, в который уже пророк вложит бесовский дух, говорил хумное хумное Бога. Когда люди услышат эту говорящую икону, то в суеверном страхе поклонятся ей. К тому же образ зверя не только говорил, но и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Каким образом будут совершаться это действие иконы, нам сегодня себе трудно представить. Ясно только, какой ужас это произведет среди людей. И поклонение будет уже не из почитания любви, а из панического страха. Таким образом, будут уничтожены все религии, политические партии и общества, не признающие антихриста. Кто не подчинится ему добровольно, тот будет к этому принужден, или же его уничтожат. Так антихрист уничтожит всех своих противников и соделается с всемирным владыкой и Богом века сего. Господь говорил, увидите мерзость запустения речи ночи из пророка Даниила, стоящего на святом месте. В высшей мере это исполнится при антихристе, когда он сам сядет в Иерусалимском храме, а его говорящая и убивающая икона будет установлена во всех церквах. Об этом святой Янгзо Палуз пишет, что антихрист сядет в храме Божием не ниже во Иерусалиме, но и в церквах, или не только во Иерусалиме, но и в церквах Божиих. И он делает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку и на чего их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имя его. Здесь видим дальнейшие действия лжепророка по приведению всех к престолу Антихриста. По обучии древних римлян воины иногда выжигали на своих руках и на лбу имена своих предводителей, а рабы добровольные или насильные имена своих господ. Принятие знака есть принятие того, что этот знак обозначает. Различные общества имеют свои знаки, и вступающие в эти общества принимают знак и обязуются исполнять уставы и правила общества. Имеют свой знак и христианство. Дал если боящимся тебе знамение, не же убежать от лица лука. Салом 59 6 Это знамение креста. Святой Василий Великий пишет «Из сохраненных церкви догматов и проповеданий некоторые мы приняли от апостольского предания по преемству в тайне. Прежде всего упомяну о первом и самом общем, чтобы уповаясь на имя Господа Иисуса Христа знаменолись образом креста». Правило 91 о совершении христианами крестного знамени пишут уже древнейшие писатели Тертулиан и Лактаций. Многие святые отцы именовали крестное знамение печатью Христовую. «Сиянам есть печать, ей же от язык и от иудей равенствуем», говорил святой Амбросий Медиаланский. Крест это знамение Сына Человеческого, знамение Его. Противоположность печати крест и печать Животворящего Духа Святого. Христиан антихрист, христиан предложат свою печать. По приказанию уже пророка все люди должны будут принять эту печать. Это будет возможным благодаря всемирности и централизации антихристового государства. Об этом пишет святой Ефрем Сирин. И будет полагать свои печати скверны ни на каком бы то ни было члене тела, но чтобы не затруднялись сил, будет полагать ее на правой руке человека, а также и на теле положить нечестивое начертание, чтобы человек не имел возможности правой рукой напечатлевать на себе знамение Христа, Спасителя нашего, и даже не мог назнаменовать у себя на теле без сомнения страшное и святое имя Господне и славный и страшный крест Спасителя. Ибо знает все злосчастный что крест Господень если будет на ком напечатлен разрушит всю его силу и потому будет класть печать он будет на правой руке человека так как она запечатлевает крестом все члены наши а подобным образом и чело на верхе своем носит спасителя во знамение как священник носит на себе светильник света итак братья мои всем верным и сильным христолюбивым людям предложит страшный подвиг чтобы ни однажды не уступить до часа смертного и не изнемочь когда змей будет начертывать печать свою вместо креста ибо всеми способами будут ущищряться чтобы имя Господа и спасителя сие святой и причисто имя вовсе не было именуемо во времена змея сделал же сие немощный страшась и трепещась святой силы спасителя его имени ибо кто запечатлевается его печатью тот не будет пленником его мечтаний а такового не отступит Господь но будет просвещать его сердце и привлечет к себе сердце не запечатленное духом святым осквернится печатью антихриста запечатление антихриста правой руки означает так же пресечение правых дел а запечатление чела прельщение ума запечатление антихристовой печати будет независимо от общественного положения богатства и прочее всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание здесь мы кстати снова видим что до самого конца останется в обществе деление на богатых и нищих свободных и рабов это деление внесенное в мир грехом не может быть изменено никакими социальными преобразованиями реформами переворотами прогрессами и так далее как именно положено будет начертание об этом нет никаких указаний в священном писании это откроет само время когда это все совершится указание указано только что начертание будет либо имя зверя либо число имени его в этом собственно нет никакой разницы так как по еврейскому и по греческому обычаю буквы означали и цифры так что известное сочетание букв давало либо то или иное слово либо число в различные времена существовали самые разные попытки определить печать антихриста и выдать за нее какое-то современное явление так объявлялись печатью антихриста четвероконечный крест триперстное крестное знамение герб российского царя паспорта деньги нечестие ереси церковные таинства партбилет но все подобное мнение никак не соответствует на учение ни учение священного писания ни разумение святых отцов ни одно из этих мнений нельзя согласовать с тем что говорит о печати антихриста священное писание антихриста ни одно из этих мнений нельзя согласовать с тем что говорится о печати антихриста другое дело что нечестие ереси богоотступничество и различные государственные общественные системы действительно подготавливают почву для той реформы которая будет осуществлена лжепророком царствия антихриста и сегодня нам уже совсем нетрудно представить себе как бы это можно было осуществить но не будем гадать а оставим самим грядущим событием сказать свое слово необходимо указать и на то что как апостол кроме антихриста что придет указывать и на то что и теперь появилось много антихристов так и кроме той печати что будет в кончину века начертана на нечестивых поклоняющихся антихристу и теперь есть много печатей которыми запечатлеваются неверные всякое неправое дело есть запечатление правой руки а неправая мысль запечатление тела духом антихриста самого антихриста еще нет но его дух и ныне действует сына противления нет еще и той апокалиптической печати но и теперь запечатлевает его нынешние лжепророки нечестивых на страшном суде на всех нечестивых обнаружатся начертания антихриста тогда они спросят когда же мы ее принимали и ответит им праведный судья когда они исповедовали меня когда грешили и не каялись когда безумно проводили время в суете увеселениях разврате и подобное святой апостол Павлик это говорил корень всех зол есть сребролюбие которым предавшись некоторым уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям это будет хорошо знать антихрист и лжепророк а потому лжепророк сделает то что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание легче всего заставить человека согрешить ударом по карману экономическим давлением человек столь прилепился к винному что ради него он готов и душу свою продать не пенившие начертания антихриста окажутся собственно говоря вне общества а таковых общество всегда карало как сейчас без документов удостоверяющих личность человек фактически в обществе жить не может так будет и тогда без начертания имени антихриста нельзя будет ни покупать ни продавать а значит нельзя будет пользоваться ничем что имеет общество только пустынное место пещеры ущелья гор еще приютят тогда верных Христу мужайся душа и готовься к великим испытаниям если теперь даже приносившие жертву идолам и отрекавшись от Христа и Бога могут покаяться и получить прощение от Бога и Церкви то принявшие начертания зверя становится при жизни сыном Гиенна это будет смертный грех которому нет прощения ни в семь веки ни в будущем это будет хула на Духа Святого Иисю Пресвятую Троицу в высшей мере ибо антихрист отверст уста свои для худой на Бога чтобы хулить имя Его и жилища Его и живущих на небе это же должны будут сделать все принимающие его начертания потому о принявшем печать антихриста святой полит римский пишет прелестнику приложиться и тому единому послужит понеже таковому покаяния несть всякого бояви якопогиби от Бога и от человек здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его шестьсот шестьдесят шесть в кончину века имеющие мудрость христиане смогут и по имени определить антихриста это будет для них окончательным удостоверением в том что явившийся владыка мира и есть антихрист число человеческое этим указывается что антихрист будет обычный человек с человеческим именем число это имени и приводит святой Иоанн каждой букве у евреев и греков соответствовало число сумма всех чисел соответствовавших буквам слова и считалось числом этого слова таким образом число шестьсот шестьдесят шесть есть число имени которое будет носить антихрист об этом имени прескверного говорил и Христос иной придет во имя свое его примите но по некоторым древним спискам это число считается как шестьсот шестьдесят шесть по другим как три рядом стоящие цифры шесть эти два чтения не представляют собой различия по существу есть списки с числом шестьсот шестнадцать но это чтение решительно отвернуто авторитетным заявлением святого ревни Ильонского прямо ссылающегося на предание существует очень много попыток объяснить число шестьсот шестьдесят шесть символически например первое шесть число дней творения мира Богом и дней человеческого труда второе шесть отрицательный момент как указание на то что не имеет свойства божественного совершенства третье шесть означает боговраждебное стремление обладать миром ясно что все такие толкования страдают одним общим недостатком полной произвольностью такое нельзя ни доказать ни опровергнуть придумать же таких толкований можно сколько угодно неверное понятие что число шестьсот шестьдесят шесть означает время пришествия антихриста неверно потому что здесь это число употреблено явно в связи с именем антихриста к тому же число шестьсот 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 не отождествить с действительным временем прихода антихриста в мир таким образом число шестьсот 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 так учились и древнейшие толкователи апокалипсиса святой Иустин мученик, святой Ирине Леонский, святой Ипполит Римский, святой Андрей Кесарийский. Много было и попыток точного определения имени Антихриста. Есть ряд имен, число которых 666. Таковы лампетис по-гречески, освященный, титан солнца, латинник, венедикт благословенный, возможно в подражании воинству благословенному Христу. Кроме того, толкователи, которые веют под апокалиптическим зверем личность вимских императоров Нерона или Диоклетиана, нашли, что в числу 666 соответствует Нерон Кесарь и Диоклетиан Август. На Нерона указывают в своей статье «Откровение» Фридрих Энгельс. Но в этом две натяжки. Во-первых, почему в книге, написанной по-гречески, имя зверя должно читаться по-еврейски? А во-вторых, почему берется не просто человеческое имя, но имя и титул Кесарь Август? А впрочем, император Нерон действительно может рассматриваться как прообраз на Антихриста. Нерон – первый великий гонитель христиан, Антихрист – последний. Помимо собственных имен, можно указать и на нарицательные имена, имеющие тоже своим числом 666. Это худой руководитель, древний завистник, истинно вредный, неправедный агнец и другие. Таким образом, предсказать, какое же именно будет имя у Антихриста, невозможно. И нам дано это число не для того, чтобы пророчески предсказать имя Антихриста, а для того, чтобы, когда он явится, точно убедиться, что это он. Святой Иериней Леонский даже предупреждает. Немалая опасность угрожает тем, которые ложно присвояют себе знания этого имени Антихриста, ибо если они полагают какое-то имя, а он приедет с другим, они легко будут обмануты, думая, будто еще нет того, кого надлежит остерегаться. Причину же, почему имя Антихриста не записано явно, святой Иериней называет такую. Иоанн показывает число имени Антихриста, ими же его умолчал, потому что оно недостойно быть возвещенным от Святого Духа. А святой Андрей Кесарийский пишет, «Божественная благодать же не соизволила, чтобы в божественной книге было написано это пагубное имя». Возможно, что есть какая-то связь с Антихристом и у Адоникама, вернувшегося за Рававелем из Давилонского плена, о котором сказано в Сынове Адоникама 666. В число 666 встречаем еще в Третьих Царств 10-14 золоте, которое приходило Соломону в каждый год. Весу было 666 талантов золотом. Сверх того, что получаемо было как 7 число божественной полноты, так 6 число антихриста. Число 6 мистически символизирует сатанинское начало. 666 – сатанинская полнота, как тройное повторение шестерки. В святой ревене Леонский указывает та же назначение числа 666, замечая, что одинаковое повторение числа 6 трижды означает восстановление Антихристом всего Бога отступничества, которое было в начале, середине и будет в конце времени, времен. Как имя Иисуса было общеупотребительным в Ветхом Завете и стало спасительным, Диане Апостол 4, 12, и страшным для бесов, и только с пришествием в мир самого Бога человека, так и имя Антихриста сейчас, возможно, общеупотребительно, а приобретет свою сатанинскую силу и станет прескверным только с самого явления Антихриста. Так святой Иоанн описал царство Антихриста в самое мрачное время бытия человечества. Интересно указать число имени Иисус. Равняется 888. О имени Девы Марии есть такое повествование. «Игда бывшу гладу во Елене велику зело, храм сотворше, и шедшу в кумирницу, попросите Аполлона, кумира своего, коему Богу нариси храм, прорцы нам, от пророче Аполлоне, чьим будет храм сей и чему есть бытия? Аполлону же, непопущаемо молчать, но женому от обоюду, от неизглаголимой силы, отвечая им, глаголя сица, «Азба поведаю вам, Единого Бога, Вышнего Царя, Его же Слово, Бестля, а в при чисте деяносим будет, тому будет храм твой». Имя же Девицы дважды семьдесят, дважды шесть. Книга Кириллова, 30, 118. 70 плюс умножить на 2, плюс 6 на 2, 152. И действительно, число имени Марии есть 152. Примечание. Пятое. Опровержение адвентийского ужеучения об Антихристе, как о римском тапстве. Это примечание взято целиком из книги Кальнева, «Обличение ужеучения русских сектантов-рационалистов». Одесса, 14 год. Эсхатологический момент играет особенно важную роль в вероучении сектантов-адвентистов. Их учение об Антихристе выглядит так. Раньше второго пришествия Христа должен явиться Антихрист, который есть папство. Римской церкви. Что видно из ниже следующего. Судьба земных царств до конца мира говорят судьбы, говорят адвентисты, указана в образе истукана Даниил 2.31-44. В пророчественной книге Даниила 2.7-9 и в книге Откровений святого Иоанна. По пророчеству Даниила, начиная с Вавилона, должна просуществовать на земле до пришествия Антихриста четыре главных царства Вавилонское, Медоперсидское, Греческое и Римское. Каковы они просуществовали одно за другим. Эти царства изображены у Даниила еще под видом четырех зверей, из которых четвертое означает последнее римское царство. Десять рогов у четвертого зверя означают десять царств, образовавшихся из Римской империи между 356 и 483 годами по Рождестве Христовым. Гунны, Остготы, Весготы, Франки, Вандалы, Свевы, Бургунды, Герулы, Англосаксы и Лангобарды, из которых потом образовались европейские государства. Возникший между десятью рогами маленький рог, имевший глаза, как бы человеческие, говоривший высокомерно, слова против Всевышнего, Даниила 7-8, это тот зверь, о котором говорится и в Откровении, что он отверг уста свои для худой на Бога, чтобы хулить имя его. И жилища его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Этот же Антихрист, сын погибель, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом. И все черты зверя и его действия всецело относятся к римскому папству, что доказывается и историей папства и его характером. Известно, что римская церковь с ее папством возникла из развалин римского язычества, когда после восстания десяти царств римский император Исиньян в 533 году особым указом утвердил ее и дал неограниченную власть над Римом и всем христианством. О малом роге говорится у Даниила, что этот рог вел войну со святыми и превозмогал их. И это сбылось на римской церкви. Миллионы замученных христиан по приказанию пап, какими были, например, вальденцы, альбигойцы, гуглиноты, гус и раним с их последователями и сотни тысяч замученных римской инквизиции, подтверждают это. Об этом роге сказано еще, что он, ведя войну против святых, возмечтает у них отменить праздничные времена и закон. И это сбылось на папстве, которое ввело воскресный день и нарушило закон о праздновании субботы. Маленький рог или антихрист имел глаза как бы человеческие. Это римские ксензы, иезуиты и различные монашеские и латинские ордена, подсматривающие за совестью христиан и через исповедь, выпытывающие у них все, что нужно для пользы папства. Об антихристе сказано, что он имел уста, говорящие высокомерно, и что он сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом или святынью, и что он отверз уста свои, чтобы хулить имя его. Все это буквально сбылось на римской церкви и ее папах, которые объявили себя непогрешимыми наместниками Христа и стали за деньги и индульгенции отпускать людям даже будущие грехи. Папа Иннокентий III писал, например, так, «Он, Христос, поставил одного человека над миром, назвав его своим наместником на земле. И как колено всех живущих на небе и на земле и под землей преклоняется перед ним, точно так должен каждый быть послушный и служить его наместнику», то есть Папе. Христос же иначе говорит о себе, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему послужили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Владычество Антихриста, то есть Папство, учат далее адвентисты, должно продолжать все время, времен и полвремени, то есть 3,5 пророческих года, то есть 42 пророческих месяца или 1260 лет, так как согласно Писанию пророческие дни должны считаться за года, числа 14.34 и Декиль 4.26, и время владычества Папства действительно равняется 1260 годам. В самом деле, Истиниан усыновил католическую церковь и дал Папам неограниченную власть особым указом в 533 году, но началась она только в 538 году, когда в исполнении пророчества Даниила, что после десяти царей восстанет иной, отличный от прежних, Папа, и уничтожит трех царей, были покорены Герула, вандалы и Озготы, изумные из Рима. В этом году Папса получила престол свою великую власть. Следовательно, с этого года нужно считать 1260 пророческих лет, конец которых приходится на 1798 год, когда у Антихриста, согласно пророчествам, отнята власть губить и истреблять до конца. Ибо в этом именно 1798 году французский генерал Бертье двинулся с войсками на Рим, взял в плен Папу Пирея VI и тем уничтожил власть папства. Его глава, как бы смертельно была ранена, однако смертельная рана исцелела. Продолжает существовать папство, лишенное даже последней власти королем Италии Виктором Эммануилом. Но Антихрист, то есть папство, все-таки будет скоро совершенно уничтожено, его уничтожат адвентисты своим учением. Объяснение православного. Все хитросплетения адвентистов силищихся на основании свидетельств священного писания и истории Церкви доказать, что пришествие Христова и конфлина мира уже будто близко, ибо появился уже Антихрист в мире в виде римского папства. При истинном же свете священного писания и истории Церкви оказывается плодом православного ума и вымысла человеческого.